Фёдор Лукьянов. Миграционный кризис оказался катализатором противоречий Евросоюза. После драматических двух недель, когда Германия оказалась на грани правительственного кризиса, партнёры по коалиции достигли соглашения. Министр внутренних дел и глава баварской партии ХСС Хорст Зиехофер, грозивший отставкой со всех постов и вероятным выходом из коалиции, добился от канцлера Меркель и её партии ХДС одобрения своего плана по реформированию миграционной политики. Итог считается компромиссным, но если присмотреться, Меркель отступила. На границе Германии и Австрии создаются транзитные центры для беженцев-мигрантов. Их обитатели, если они уже подавали на убежище в какой-то стране Евросоюза, будут отправляться туда. Для этого предполагается заключать договоры с остальными странами двусторонние. А если с кем-то договоров не будет, то мигранты разворачиваются обратно в Австрию, с которой тоже должен быть подписан документ об условиях и процедуре. Формально то так, что Берлин намерен вести переговоры с соседями и партнерами по Евросоюзу, должен подтвердить позицию Меркель. Никаких односторонних решений, только в кооперации с Европой. В этом, собственно, и заключается конфликт с Зиехофером, который грозил самостоятельными действиями германского МВД. Однако, по существу, это не общеевропейское решение, а переход к модели двусторонних переговоров с остальными странами. Что вполне разумно, но ставит под сомнение базовые принципы европейской интеграции. К тому же, пока непонятно, насколько легко, если вообще, удастся найти общий язык с другими странами, поскольку вопрос миграции – острейшая тема в большинстве государств к югу и юго-востоку от Германии. И там полыхают свои страсти, диктуемые национальными, а не общеевропейскими интересами. Внутри Германии сделка ХДС-ХСС пока мало у кого вызывает энтузиазм. Третья партия правящей коалиции – социал-демократы – не исключение. Впрочем, скорее всего, сейчас политические силы предпочтут удовлетвориться достигнутым. Альтернатива – новые выборы, а по их итогам может сложиться непредсказуемая политическая ситуация. Набор парламентских партий, ни одна из которых не способна стать убедительным лидером кабинета. В конце концов, к этому, возможно, и придут. Но пока все скорее заинтересованы сохранить статус-кво. В приостановленном кризисе много компонентов – личностный, поколенческий, идейно-политический, гуманитарный. На уровне персоналей немецкие комментаторы открыто обсуждают закат эры Ангела Меркель, которая столкнулась с беспрецедентными сложностями после выборов в сентябре прошлого года. Решение Меркель претендовать на пост канцлера в четвертый раз подверглось сомнению еще тогда. Сейчас вслух говорят о том, что это было ошибкой. Поколенческие проблемы – контраст между действующими лицами. В Германии оба главных персонажа – и Меркель, и Зейхофер – представляют собой поколение конца 40-х – начала 50-х годов рождения. Их наиболее активные визави на 20-30 лет моложе – канцлер Австрии Курц и министр внутренних дел Италии Сальвини. Различие в жизненном и политическом опыте определяет весьма отличающееся мировоззрение. В плане концептуальных подходов, конфликт в немецкой коалиции носит фундаментальный характер и обозначает одну из наиболее острых проблем всей Европы. Что правильнее и даже что эффективнее – искать совместную политику, которая объединила бы все страны-члены и соответствовала бы их интересам, либо положиться на национальные меры, принять которые быстрее и надежнее. До недавнего времени отсутствие единой миграционной политики Евросоюза было одним из наиболее часто звучавших упреков. Как можно действовать вразброд по такой очевидно глобальной проблеме? Сейчас, однако, атмосфера явно меняется в пользу индивидуальных действий стран. Настойчивое стремление Меркель добиться общеевропейских решений было связано не с тем, что она считает их более действенными, а с опасением, что в ином случае начнется эффект домино в других сферах европейской политики. В итоге, фактически решено имитировать единый подход, на деле же инициатива отдана правительством. Это может оказать долгосрочное воздействие на сами принципы функционирования Союза. Наконец, немаловажное происходящее изменение – смещение фокуса в том, что касается гуманитарной составляющей проблемы беженцев. Еще недавно публичное обсуждение этой темы, оно, конечно, отличалось от закрытого профессионального разговора, концентрировалось на вопросе милосердия и страданий людей, вынужденных покинуть свои дома. Сейчас те же явления, пребывающие в Италии у корабли, меры НПО по спасению на море и прочее, все чаще рассматриваются в контексте нелегального бизнеса по транспортировке людей. Соответственно, подход гораздо менее эмоциональный и более жесткий. До демонстративной жестокости с отъемом детей у родителей нелегалов под камеры, как в Америке европейцы, еще не дошли, но угол зрения явно меняется. Все эти факторы имеют свой генезис, но действуют в одном направлении – изменение европейской политической атмосферы. Миграционный вопрос оказался мощным катализатором по понятной причине. Он воспринимается как вопрос безопасности граждан, всех внутренних противоречий, которые накопились в Евросоюзе. Поэтому разрешение правительственного кризиса в Германии – явление сугубо временное. Федор Лукьянов Читал Павел Иванов, специально для информационной сети «Аврора». Продолжение следует...